В эфире новости региона в студии Кристина Грищенко. Здравствуйте! Итоги понедельника в материалах моих коллег. И вот некоторые темы выпуска. Доставят в суд принудительное новое в резонансном деле Никиты Князькины. Рекультивация на шейсе продолжается. Узнаем, какова картина на сегодняшний день. Про них говорят шьют тепло. Проект одежды для недоношенных получает поддержку. Вне всяких прогнозов в Архангельске в эти дни было по-настоящему жарко. Завершился чемпионат России по пляжному волейболу. Подробнее узнаем совсем скоро. Обвиняемого во смертельном ДТП ухтинца Никиту Князькина принудительно доставят на суд в Котлас. Очередное заседание не состоялось. Как сообщает портал Коминформ, неделю назад обвиняемый упал и повредил колено. Поэтому не смог явиться в Котлас. Однако суд запросил отчет от ухтинской поликлиники. Лечащий врач дал заключение, что травма не препятствует явки на заседание. Но Князькин сообщил, что уже не может оперативно добраться до Котласа. Да и боль в колене дает о себе знать. Так или иначе, прокуратура Ухты передана запрос о возможности принудительной доставки обвиняемого с помощью судебных приставов. Следующее судебное заседание намечено на 2 апреля. Дело ДТП с тремя погибшими длится уже больше года. Но если вину Никиты Князькина докажут, ему грозит до 13,5 лет лишения свободы. Серовинский внедорожник повес над рекой Кудьма. Пробив ограждение, он чуть было не выскочил с моста. Остановили автомобиль железной опоры. Как случилось ДТП, видно на кадрах уличной камеры наблюдения с дому напротив. В машине находились две женщины. Они не пострадали, в случившемся винят голый лед под колесами. Напомню, что в начале февраля на этой улице произошла коммунальная авария. Туны воды вылились на проезжие участки, превратились в лед. Тогда аварийные службы оперативно справились с потопом. И, как заверяют в пресс-службе администрация города, до асфальта зачистили затопленные участки. Видимо, ледовая корка образовалась здесь уже после. И хотя нормативы предусматривают содержание дорог без наледей, в ГИБДД отметили, что водители обязаны учитывать состояние покрытия и двигаться безопасно. К другим темам. Сегодня глава региона Александр Цибульский посетил медицинский центр имени Симашко. Как известно, там находится один из двух центров ядерной медицины в стране. Кроме этого, здесь выполняется ряд высокотехнологичных операций, ради которых в Архангельск приезжают пациенты из других регионов. Алексей Макеев подробнее. Визит губернатора в центр Симашко не случайен. Высокотехнологичная медицинская помощь для жителей региона сегодня в приоритете руководства области. Центр федеральный, но по полюсу ОМС здесь обслуживается 37 тысяч жителей города. Есть потребность дополнительно еще в увеличении количества квот, которые выделяются в рамках работы по высокотехнологичной медицинской помощи. Это как раз такие поручения, которые дано губернаторам. Оно будет проработано вместе с здравоохранением. И как только оно будет проработано, мы выставим с предложениями по внесению изменений. Центру в следующем году 100 лет. В его структуре стационар на 290 мест, три поликлиники и центр ядерной медицины. Подобный до 2014 года был только в Обнинске. За неполные 7 лет в нем было проведено более 18 тысяч исследований с применением радиофармпрепаратов. Для безопасности была возведена система вакуумной канализации и надежной вентиляции. Есть особая технология, то есть рассчитывается период в зависимости от тех радионуклидов, которые пациентам вводятся. Максимально мы здесь храним до 9 месяцев. После этого делается определенный радиационный контроль и как не радиоактивные отходы они будут слиты в обычную общихозяйственную канализацию. Кроме этого у специалистов центра есть все необходимое оборудование для повседневных операций при заболеваниях органов брюшной полости, а также по линии урологии. Здесь впервые в регионе была установлена интегрированная операционная, позволяющая в режиме реального времени вести видеосвязь с такими же операционными во всем мире. Консультации у лучших зарубежных специалистов. Потенциал у центра такой, что мы можем значительно больше помогать региону по диагностике, прежде всего, онкологических заболеваний, делиться своим опытом по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. У нас есть возможность выполнять по федеральным квотам определенные виды операций, уникальные, которые больше никто, кроме нашего центра, не выполняет жителям нашего региона. В ближайшее время руководством области будет инициирована работа коллеги с федеральным медико-биологическим центром, на который будет рассмотрен вопрос расширения возможностей центра для тех, кто обслуживается в медучреждениях области, в том числе в районах. Я считаю, что здесь нам во многом есть и где, с чего взять примеры, где-то научиться может быть у организации работы у федерального центра, где-то может быть наши региональные медицинские учреждения могут также похвастаться своим опытом и передать его для врачей, которые здесь работают. Но в целом я еще раз хочу сказать, что здесь должна быть налажена полная и стопроцентная кооперация между региональным и федеральным уровнем оказанием медицинской помощи, в первую очередь, в интересах жителей региона. Количество пациентов, желающих прикрепиться для обслуживания к поликлиникам центра, ежегодно увеличивается. В будущем потребуется и расширение количества участков. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Денис Линчевский, регион 29. Раздельный сбор отходов в Архангельске, который организует регоператор, сейчас ведется в тестовом режиме. В городе установлено 112 синих контейнеров. Наша съемочная группа побывала в точках сбора РСО, чтобы сравнить картину с той, что была неделю назад. Режиме у Алексея Макеева. В местах, где мы побывали, следуя по маршруту спецтехники, есть и переполненные контейнеры для раздельного сбора и пустые. С первого же взгляда понятно, не все жители города еще понимают их предназначение. Даже несмотря на внушительные желтые наклейки. Ну, выкидывают, могут отходы обычные положить в контейнер. А так, ну, все равно более-менее. Картон, сухой мусор. Сейчас во дворах установлено 112 баков. Выезжающие на место представители регионального оператора и компании сортировщика отметили, что собранные отходы соответствуют установленным нормам. Но в баках есть и примеси, которые не могут быть использованы. Более того, они загрязняют полезную фракцию. Мы обнаружили отдельные экземпляры, где уже конкретно люди очень ответственно подходят к этому вопросу. Отдельно лежат пакетики с картоном, отдельно уложен пластик, отдельно даже где-то смят, то есть, чтобы это привезти. Но все же еще, наверное, больше половины остается. Это общий мусор в общем пакете. То, что требует дополнительной сортировки. Сухие не значит все подряд. То есть одежду и обувь выкидывать туда не надо. Еще раз напоминаем, что в синие контейнеры нужно выбрасывать то, что можно переработать. А это жестяные банки из-под напитков и консервов, стекло, пластик и пластиковые бутылки, картон и бумага. Отдельно выбрасывая такой мусор, вы можете быть уверены, что даете отходам вторую жизнь. Если население будет сортировать, я имею в виду отдельно собирать вторсырье, которое пригодно для переработки вторичной, соответственно, мы тоже поддержим. Каждый должен для себя, настало то время, что нужно уже сортировать это все. Часть, мы производим полимерно-песчаную плитку, то есть пластмассовую, да, и занимаемся производством эковаты, то есть переработку бумаги. Сейчас совместная работа компании «Экоинтегратор» и «Спектр плюс» ведется в тестовом режиме. Приоритетно нужно определить объем и качество разделяемого жителями мусора. На данный момент вывоз организован по вторникам и субботам. То есть ответственные горожане уже сейчас могут ориентироваться по этому графику. По нему работают специально закрепленные мусоровозы, которые вывозят содержимое только этих контейнеров. Закачивается приложение «Вывоз мусороотходов». Приложение диспетчера закачивает точки мусорных контейнеров. Мы по этим точкам начинаем ездить. Вот мы, допустим, сегодня два цвета. Зеленый, который мы убрали, синий, который предстоит убрать. Все, ничего сложного. В ближайшем будущем предприятие будет наращивать объемы. Уже закупленные ждут отгрузки в Архангельский счет 200 таких же синих контейнеров. А для нас с вами в раздельном сборе мусора тоже нет ничего сложного. Отправляясь в контейнерные площадки, загляните в пакет. Наверняка половина содержимого еще может быть полезна. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. Теперь расскажем о той спецтехнике, что работает на станции Шиес. Рекультивация продолжается. Выравнивается земля, чтобы потом вернулись деревья. Идет ли в графике подрядчик, уже завтра проверит большая комиссия. Какая картина на сегодняшний день увидел Артемий Заварзин. О проекте, который еще два года назад получил прописку на станции Шиес, уже почти ничего не напоминает. Хотя впереди еще немало работы. Площадь уже рекультивированного участка 15 гектаров. Далее предстоит выравнивание земли на территории в 44 гектара, чтобы потом высадить саженцы. Работают три экскаватора, три бульдозера и столько же самосвалов. Я нахожусь здесь с конца октября. Вывозим стройматериалы, плиты, все это разбирали помещения, ангары здесь были, все эти вертолетные площадки. Все это рекультивировалось, все разобралось, вывезлась основная масса. Как продвигаются работы на Шиесе, уже завтра проверит комиссия Минриспрома Архангельской области. Будет дана оценка, насколько качественно исполнены обязательства компании «Технопарк» по рекультивации первого участка и ход работ на втором. Следующим этапом станет озеленение территории. Оно запланировано на май. Дополнительно от подрядчика к нам поступил запрос оказания содействия на закупку 37,5 тысяч саженцев, которые планируются к высадке уже весной, когда позволит возможность это сделать. Наблюдать за ходом рекультивации земли на Шиесе любые желающие может посредством системы видеонаблюдения, установленной компанией «Технопарк». По поручению главы региона Александра Цибульского начат монтаж альтернативной камеры. Контроль за высадкой саженцев и последующим лесовосстановлением возьмет на себя в том числе и Рослеспрофсоюз. О том, что вызвавшая общественный резонанс, стройка на Шиесе будет закрыта, Александр Цибульский заявил еще в апреле прошлого года. В июне соглашение с инвестором расторгли. Проект из числа приоритетных исключен. Артемий Заварзе, Николай Илсаков, Регион 29. Мощность 150 тонн в месяц. Компания «Арбум Тиссио Групп» запустила линию по производству салфеток «Софи Ван». По плану в месяц оборудование может выпускать 150 миллионов штук салфеток. Также в апреле «Арбум Тиссио Групп» проведет гарантийное испытание третьей линии конвертинга. Это 230 миллионов условных рулончиков туалетной бумаги и бумажных полотенцев в год. Все установки, включая упаковочную машину, автоматические роботы, погрузчики итальянского производства. Уже в марте «Арбум Тиссио Групп» планирует выпуск продукции с третьей линии конвертинга на продажу. Как сообщил член Советов директоров АЦБК и «Арбум Тиссио Групп» Владимир Крупчак, завершено строительство склада готовой продукции второй и третьей очередей завода. Объект готовится к сдаче. Ожидается и подписание инвестиционного соглашения по строительству второй и третьей очередей завода. После чего мощность всего производства «Арбум Тиссио Групп» увеличится до 210 тысяч тонн продукции в год. Совокупная стоимость этих двух проектов оценивается в более чем 16 миллиардов рублей. Принято считать, что бизнес и социальные услуги далеко не родственные понятия. Однако в мире все больше компаний, которые, с одной стороны, зарабатывают на решение социальных проблем, с другой, реально помогают людям. Одна из таких историй в нашем регионе прямо сейчас. В России ежегодно на свет появляется 110 тысяч детей в статусе недоношенных. Торопышки, как их ласково называют, требуют особого ухода и заботы. Касается это и одежды. Проблема стала отправной точкой в создании проекта «Листик». Вот уже пять лет им руководит Маргарита Кузнецова. Шить просто миниатюрную одежду недостаточно. Надо учесть всё, чтобы при работе врачей покой малыша не был нарушен. «Листик» работает в тесной связке с врачами перинатального центра. И проходя мимо кювеза, где лежит совсем малыш, и у него просто ниточки вместо ручек и ножек, врачи говорят, что «Машка, 800 грамм пневмония». То есть, когда ты в это окунаешься первый раз, у тебя всё внутри дрожит, содрогается, как вот эта крошка, она борется за жизнь. Так хочется сделать, чтобы мир, к которому они пришли, стал для них уютнее. Одежда должна хорошо сохранять тепло. Здесь используются только натуральные ткани. Материал не из дешёвых, но накрутку на продукцию «Листик» не делает. Да и суть далеко не в финансах. Информационную консультативную поддержку оказывает Агентство регионального развития. В «Листике» трудятся пять мастериц, которые про себя говорят скромно и ёмко. Мы шьём тепло, и нам этого достаточно. Дарья Евграфова, Кристина Грещенко, Денис Линчевский, «Регион-29». Далее немного рекламы, а после вернёмся в студию. «Автограф дня» Это «Автограф дня». Мы продолжаем. Сжигание чучела, безудержное веселье и, конечно, много блинов. Северяне вместе со всей страной проводили зиму с широкой масленицей. Из-за ковидных ограничений не случилось, но на праздничном настроении это никак не сказалось. Подтверждение тому кадры из Каргополя. Везде масленица, а на Каргопольской земле комоедица. Название – отсылка к давним традициям на Руси. Праздник знаменует собой наступление весеннего равноденствия. По сути, это земледельческий Новый год. Но пришёл в гости совсем не Дед Мороз. Пишенька, пишенька идёт! Такая программа в экопарке «Медвежий край» вовсе не дань названию. Помимо встречи весны, в давние времена в этот день также почитали медвежьего бога. Есть версия, что в древности медведя славяне именовали ком. Отсюда поговорка – первый блин комом, то есть медведем. Но уж с этими явствами каргопольцы не подкачали. Блинами будем угощать! Гостей не только угощали, но и на игровые площадки зазывали. Пока одни забивали гвозди на скорость, другие перетягивали канат. В компании Косолапова, конечно же. Ну а уж распиливать бревно для северного человека – это как с горки скатиться. Кстати, катания были. На Комоидицу издавна принято было заливать склоны и берега и устремляться навстречу весне. Называется праздник «Медвежья масленица». Проводим мы в Медвежьем крае его восьмой раз уже. Народу всегда собирается много, но в связи с коронавирусом, конечно, поменьше у нас было веселых, танцующих, поющих. Так что праздник сегодня прошел на ура! И замыкая круг – хороводы вокруг Масленицы с пожеланиями, чтобы эта весна, в отличие от прошлогодней, была полна только приятных сюрпризов. Артемий Заварзин, Евгений Успенский, Регион 29. В Архангельске прошли игры чемпионата России по пляжному волейболу. Они стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры. Впереди еще шесть крупных соревнований. О том, как показали себя архангельские спортсмены, расскажет Александр Богданович. Центр пляжных видов спорта «Бора-Бора» встретил лучших волейболистов страны. Архангел-Огородцы в их числе. Правда, наши девушки, дойдя до 1-8 финала, проиграли Подмосковью. Как признаются конкуренты, северянки бились до последнего. В прошлом году мы видели их игру, они значительно добавили, дали нам такое хорошее сопротивление. И тем более, с ними было непросто играть, потому что мы, к сожалению, с ними не встречаемся нигде на чемпионате России. Я так понимаю, что они мало ездят, а зря. Хорошая команда, я думаю, что с опытом, с появлением опыта, они могли бы быть серьезным соперником. И большого опыта у Архангельска, правда, нет. Ведь наши спортсмены только второй год занимаются волейболом. Такой вид спорта, они всем, наверное, свойственны северному региону, но, тем не менее, мы и в этом виде спорта развиваемся. Я думаю, что хорошее сотрудничество правительства Архангельской области и частного инвестора принесет хорошие плоды. И вот мы дальше будем развивать не только пляжный волейбол, но и другие пляжные виды спорта. У мужчин золото собрали обнинчание. К сожалению, архангельская команда не попала даже в 1-4 финала. Нет альтернативы таких же соперников, как у нас именно сейчас на данном этапе. То есть нет опыта игры с такими профессионалами, с такими людьми, которые занимаются этим каждый день. Да, у нас все это происходит как? Мы сначала работаем на основной работе, а затем вечером в свободное время тренируемся. Поэтому не хватает опыта и профессионализма. Я думаю, что победы придут. Конечно, со стороны министерства будем оказывать всякую поддержку для подготовки именно игроков сборной команды Архангельской области, как мужской, так и женской. И будем стараться, чтобы наши игроки были представлены в финалах и на других этапах. Соревнования в Архангельске стали первым этапом отбора. Победителей ждет еще шесть чемпионатов в различных городах страны. По результатам всех соревнований лучше отправиться на Олимпийские игры. Александр Богданович, Кристина Грищенко, Александр Кузнецов, Регион 29. Скорость, драйв и много адреналина. Все это про фестиваль «Сноу по морю», гонки на спортивной, туристической и даже горной, снегоходной техники. Фестиваль в нашем регионе проходит уже в третий раз, но впервые в статусе официального спортивного состязания. Михаил Меньшинин подробнее. Для этих людей чем больше разбита трасса и сложнее движение, тем интереснее. Гонщики на снегоходах или правильнее райдеры соревнуются не только в навыках управления техникой, но и также силе и ловкости, о чем в первую очередь говорит победитель фестиваля прошлого года в заездах горной техники Евгений Языков. Начинал он с картинга, даже стал соучредителем «Блэк Стар» картинга в Москве и Санкт-Петербурге, а также открыл сафари, картинг в Архангельске. Теперь признается, управлять снегоходом все-таки тяжелее. Нужно заниматься, очень много практики, хорошая физическая подготовка. На самом деле, помимо самой техники, тут 850 кубов, довольно-таки мощная, 3 секунды до 100 км в час она разгоняется. Очень сильные нагрузки, очень сильные нагрузки на прямых, на поворотах, соответственно, нужно правильно работать. Фестиваль «Снову по морю» проходит уже в третий раз. В этом году он собрал больше ста человек из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Ярославской областей, а также Вологды, Краснодара и Петрозаводска. Один из самых опытных райдеров Александр Цыгалко сейчас состязается с молодежью в «Вайттреке». Снегоход у меня тоже такой же, как и я, старенький, и я тоже, но я думаю, что спорт, вот именно физическая подготовка сыграет немаловажную роль в этих состязаниях, да. И так как мы еще и плюс еще и стрелки, Федерация практической стрельбы, четкий расчет и здоровье. Четкая организация на фестивале прослеживается во всем. Место гонок перенесли с городской набережной в Малые Карелы. Благодаря компании «Архоблгрус» все прошло вовремя и гладко, перевезла все оборудование и всю снегоходную технику. «Архоблгрус» не первый год принимает значительную роль в организации фестиваля «Сноу по морю». Традиционно организовала призы для гонщиков сеть экипировочных центров «Адвенчер». Живем на севере, где как ни у нас должен развиваться снегоходный спорт. И это такие мероприятия направлены на популяризацию этих видов спорта, показать людям, чем можно заниматься у нас в регионе и повысить интерес к этому всему, молодежи в том числе. Яркие флаги, баннеры и вывески оформила компания «Допринт». Типография «Допринт» не первый год поддерживает спортивные мероприятия и тем самым старается развивать территории, на которых живут сами, для комфортной, спортивной и увлекательной жизни. Поучаствовала также и торговая сеть «Мега». Компания «Мега» не могла остаться где-то в стороне. Мы, конечно же, участвуем в таких огромных мероприятиях. Это очень круто. И хочу сказать, что «Мега» была одним из партнеров, которая, грубо говоря, предоставляла строительные материалы для подготовки данного фестиваля. Гоняли райдеры не только ради кубков и медалей регионального чемпионата. На фестивале также прошел поморский снегоходный марафон на 400 километров. Заезды подростков и детей, самому младшему из которых всего 4 года, и много других стартов. «Мы имели возможность поучаствовать в гонке. Программа состояла из 100 километров по достаточно сложному горному маршруту. Это спуски, подъемы. Мы ехали через лес по непроходимым некоторых местах. С нами было достаточно большое количество людей, поэтому мы получили колоссальное удовольствие». Колоссальное удовольствие и море адреналина – то, зачем все участники фестиваля гнались на протяжении 4 дней. И полученных теперь эмоций точно должно хватить до следующего сезона. Михаил Меньшанин, Евгений Зыков, Регион 29. Такими были новости понедельника. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова